Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске натужение пожаров и ликвидацию ЧАЭС спасатели выезжали почти 2000 раз. 28 человек, из которых один ребенок пострадали. 610 человек были спасены и эвакуированы работниками МЧС из опасных зон. На пожарах за это время погибли 6 граждан. Печальную статистику пополнил вчерашний день. Далее об этом подробнее. Минск чрезвычайный. Курение действительно убивает. Правда, на этот раз предупреждает не Минздрав, а спасатели. В среду днем в службу спасения по номеру 101 от жильцов поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Выгодского. Когда спасатели прибыли на место вызова, огонь уже выбивался из окна квартиры на первом этаже. В одной из комнат на полу работники МЧС обнаружили и спасли 67-летнего мужчину. С отравлением продуктами горения и ожогами различной степени тяжести, всего 60% тела, в крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу. Вчера стало известно, что мужчина скончался. Вероятнее всего, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшим. В четверг помощь спасателей потребовалась, чтобы вызвали застрявшую в кухонном диване руку пенсионерки. ЧП произошло в квартире на улице Кунцевщина. 80-летняя женщина и ее дочь поначалу пытались самостоятельно решить проблему, но конечность оказалась сильно зажатой и к тому же не на шутку распухла. Оперативно прибывшие спасатели разобрали диван и спасли хозяйку из мебельного плена. После того, как руку освободили, один из спасателей принялся массировать ее, чтобы возобновить кровоток. На руке остались внушительные следы диванных балок и гоматомы. В субботу рано утром на номер 101 от очевидцев поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Ивенецкой. К моменту прибытия пожарных расчетов частный трехквартирный дом уже был охвачен пламенем. Горели деревянные перекрытия, стропильная система, кровля и имущество на площади 150 квадратных метров. 69-летняя хозяйка одной из квартир, а также ее внучка с друзьями самостоятельно покинули дом. Никто не пострадал. Каково же было удивление спасателей, когда двое суток спустя они вновь были вызваны по данному адресу. К счастью, на этот раз закончилось все благополучно. Спасатели ликвидировали загорание дома и никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются. Есть основания полагать, что дом мог загореться в результате поджога. Кто пытался его сжечь, установит следствие. Минск чрезвычайный. В то время, как одни огнеборцы тушили повторное загорание на улице Ивенецкой, другие мчались на улицу Горецкого. Здесь в одной из квартир многоэтажки примерно в час 30 ночи с воскресенья на понедельник загорелось имущество и дверной блок в подсобном помещении трехкомнатной квартиры. Стоит отметить, что подъезд машин спасателей к девятиэтажке был затруднен припаркованными автомобилями. В связи с этим спасателям пришлось преодолеть несколько сот метров с первичными средствами пожаротушения пешком. В горячей квартире проживает шестеро детей. Ночью женщина сушила одежду в подсобном помещении с помощью обогревателя. Услышав хлопок, она проснулась и увидела, что кладовка охвачена пламенем. Хозяйка успела вывести троих мальчиков из квартиры, однако огонь отрезал выход из комнаты троим девочкам 7, 9 и 11 лет. И женщина сказала им прыгать через окно. Внизу детей из окна ловили соседи. В результате девочки получили травмы, ушибы и ссадины и были доставлены в больницу. МЧС напоминает, ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы. Особенно в ночное время суток. Сделайте все, чтобы жизни и здоровью ваших детей ничего не могло угрожать. Также помните, что припаркованная, как попало, автомобиль существенно затрудняет подъезд спасателей к жилым домам в случае чрезвычайных происшествий. Такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. Будьте здоровы, соблюдайте правила безопасности и пусть никакие ЧАЭС в вашей жизни не происходят. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.